Привет всем, это Geekbine по-русски и его хост Илья. Сегодня в нашей студии новый защищенный смартфон Ulefone Armor 2. И исходя из названия, вы уже, наверное, поняли, что это уже вторая версия противоударных смартфонов от этой компании. И я, как человек, делавший обзор на обе эти модели, должен отметить, что Ulefone проделали достаточно неплохую работу над ошибками. Если оригинальный Ulefone Armor был скорее пробой пера и как внешне, так и внутренне не сильно отличался от своих конкурентов на рынке, вторая версия стала уже полноценным защищенным смартфоном с характеристиками и дизайном, не уступающим даже флагманским моделям. Цена при этом осталась вполне демократичной. Все это в совокупности поставило Ulefone Armor 2 вне конкуренции среди защищенных смартфонов. Но мы забежали вперед, давайте все-таки разберемся, что же делает данный смартфон таким особенным. В первую очередь нужно отметить характеристики Ulefone Armor 2. Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Helio P25 от Mediatek, имеет 6 гигабайт оперативной памяти и и ММС накопитель на 64 гигабайта. Плюс к этому можно расширить объем памяти на 256 гигабайт за счет SD-карты. Также телефон обладает гироскопом, компасом, NFC, GPS и GLONASS. Короче говоря, всем тем, чем должна обладать флагманская модель. Работает все это чудо под управлением операционной системы Android 7.0. Внешний дизайн смартфона навевает о классических научно-фантастических фильмах начала 90-х. Что-то такое громоздкое и необычно выглядящее с большим количеством кнопок непонятного назначения. Но так кажется только на первый взгляд. Помимо стандартных клавиш, качельки громкости и выключения, телефон снабдили аж тремя дополнительными кнопками. Кнопка затвора камеры, думаю, тут объяснять не нужно. Кнопка SOS, которая программируется на любой номер и звонит на него при долгом зажатии. И клавиша PTT или Press to Talk, которая в совокупности с приложением, которое уже установлено на телефон, превращает девайс в рацию, работающую по мобильной сети. В телефоне также присутствует сканер отпечатка пальцев, который, по заявлению компании, должен быть революционным. Но на деле сканер как сканер. Чувствительный, но не самый быстрый. Единственный порт USB Type-C надежно закрыт резиновой вставкой. И да, вы не ослышались, я сказал единственный порт. У телефона нет миниджека для наушников. Сам корпус смартфона почти целиком выполнен из металла со вставками из поликарбоната по углам, которые предохраняют телефон от повреждений при падении. Также по заявлению производителей, телефон обладает рейтингом защиты от воды и пыли IP68 и способен выдерживать температуры от минус 40 до 80 градусов по Цельсию. Пятидюймовый IPS дисплей обладает разрешением 1920 на 1080 и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Сам дисплей очень отзывчивый, сочный, имеет хороший запас яркости и превосходные углы обзора. В телефоне установлена 16-мегапиксельная задняя камера и 8-мегапиксельная передняя с интерполяцией до 13-мегапикселей. Обе камеры делают вполне себе неплохие снимки, настолько, насколько это позволяет чип для обработки изображения от Mediatek. Как-то обычно бывает с Mediatek-овскими камерами, она превосходно ведет себя при хорошем освещении и немного зернит при смешанном и недостаточном. Я думаю, что не будем долго останавливаться на камере, а тем, кому интересны фото и видео, сделанные данным аппаратом, могут найти их по ссылке в описании. Смартфон с такими характеристиками отлично подойдет не только для экстремального отдыха, но и для вполне себе повседневного использования. Он потянет любую существующую игрушку и будет бесперебойно работать с любым приложением. Подтверждают мои слова тесты бенчмарков. Так, Epic Citadel, к примеру, работает с частотой кадров в 49 фпс. Antutu выдает аппарату честные 63964 балла, а 3DMark Slingshot Extreme показывает результат 619 баллов. Питанием смартфон обеспечивает литий-полимерная батарея на 4700 мАч, которая может легко продержаться без дозарядки порядка полутора суток. В режиме непрерывной игры смартфон работает около трех часов. Ну а Antutu Battery Test дает устройству 8118 баллов. Подводя итог, можно сказать, что из значительных минусов в телефоне можно отметить лишь отсутствие миниджека для наушников, ну и, пожалуй, все. Камеру и сканер отпечатка пальцев можно отнести к терпимым недоразумениям. Зато огромный набор различных датчиков, пыли и влагозащищенность, отличная конфигурация характеристик, непревзойденный дизайн и не самая высокая цена делают телефон лидером среди защищенных смартфонов. И на этом все. Приобрести устройство можно, кликнув, перейдя по ссылке в конце видео. С вами был Илья и GeekBuyen по-русски. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и кликайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!